МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, практически неизведанная. И для наших телезрителей я тоже думаю. И к праву она имеет отношение, конечно. И поэтому первый вопрос. Что такое экспорт? И чем занимается торгово-промышленная палата и Центр поддержки экспорта именно в сфере экспорта? Уж просите за повтор. Алексей, согласно 316-го постановления правительства, в рамках которого утверждена госпрограмма по развитию инновационной экономики и под программой номер 2 данного постановления по развитию малого и среднего бизнеса. На основании этих документов Российский экспортный центр и Министерство экономического развития Мурманской области заключили соглашение о создании на территории Мурманской области Центра по поддержке экспорта и потенциального экспорта региона, основная цель которого развивать и усиливать экспортный потенциал, независимо от того, какая отраслевая привязка есть или какая форма собственности предприятия, за исключением, наверное, бюджетных предприятий, которые, как правило, экспортом не занимаются. Экспорт – тема не нова, она не сходит с карандаша. А в последнее время все мы знаем, что и указы президента нацелены на то, чтобы развивать несырьевой экспорт в нашей стране, для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики в мире в целом. Вот на основании этого соглашения, на основании постановления регионального правительства мы работаем, мы созданы в марте этого года, мы уже, скажем так, набрали обороты по нашей деятельности, сейчас мы уже ведем плановую работу как минимум с 20 субъектами нашего региона. О результатах готов рассказать более детально, о перспективах и все, что с этим связано. Вот как раз это и интересует. Я понял, что есть правовая подоплека, это все-таки нормативные правовые акты, которые определили, что экспорт должен развиваться, ну, если брать в целом. Насколько я понимаю, это же национальный проект определенный. Да, абсолютно верно. То есть вот это постановление правительства, это как раз и есть один из национальных проектов. Давайте так вот, это постановление правительства утверждено до последних выборов нашего президента Российской Федерации, где он озвучил наши национальные проекты. Но оно идет в той связке, то есть и это логическое продолжение тех инициатив, которые были еще в 2014-2013 годах. Мы продолжаем эту планомерную работу. Еще раз повторюсь, что в полной привязке с теми проектами, которые есть, и экспорт, и модернизация экономики Российской Федерации, и выходы на всевозможные внешние рынки, и все, что с этим связано. Вы несколько раз употребили слово «мы». «Мы» – это центр поддержки экспорта. «Мы» – это инфраструктура поддержки. «Инфраструктура». У нас, если вы знаете, я буквально недавно на прошлой неделе выступал перед нашими предпринимателями, говорил, что у нас есть различные формы поддержки. У нас при нашем региональном Минпроме есть и формап, и при формапе у нас существует центр поддержки предпринимательства, кластерного развития. Наша структура – это автономная некоммерческая организация, которая является подведомственной организацией Министерства экономического развития, что в принципе логично, потому что Минэк наш региональный отвечает за экспорт и за международную деятельность. Все мы составляем единую инфраструктуру поддержки нашего регионального бизнеса. И, как я уже сказал, у нас сейчас довольно много форм поддержки бизнеса, и мы уже в некой конкурентной борьбе находимся за наших предпринимателей. И сейчас самое благоприятное поле и почва для того, чтобы начать развивать свой бизнес не только внутри нашего региона, но и на внешних рынках, в том числе и на международных. Поэтому наша структура призвана оказывать данную поддержку. Может быть, для кого-то это ново, экспорт в принципе, понятие такое непростое. Но, как недавно было отмечено на международном съезде так называемых владельцев маркетплейсов, что где-то в середине следующего десятилетия локальные рынки перестанут существовать и до того, что доставка продукции от производителя станет минимальной по времени, до четырех дней будет занимать. В связи с этим, те производители, которые сейчас не подстроятся под ориентиры на экспорт, независимо от того, международный, либо это внутристрановой экспорт, они начнут, на самом деле, утрачивать конкурентные преимущества, тем самым теряют свои позиции на рынке. Поэтому мы та структура, которая появилась вовремя. Я надеюсь, что, и уверен, что мы окажем всестороннюю поддержку. Пока что наш проект рассчитан на пять лет. Я надеюсь, что он будет пролонгирован. Поэтому вот то, что касается экспорт. Сергей, я вам скажу, просто вот в реальности, общаясь все-таки с предпринимательными, с определенными, и у многих есть такого рода недоверие, недоверие, наверное, вот так правильно обозначить, к государству, к компаниям государствам, к учреждениям. Все ищут какой-то подвох в какой-то помощи, например, при экспорте, в других направлениях деятельности. Все пытаются найти. Может быть, нас там пытаются куда-то загнать в какие-то условия. Может быть, нас хотят поймать. Может быть, кому-то нужна информация о нашей деятельности. Вы можете как-то развеять вот эти сомнения? Потому что я прекрасно понимаю, что основное направление – это все-таки поддержка предпринимательства, и в том числе путем поддержки экспорта. В первую очередь, это хорошо для предпринимателя, который, получая дополнительную поддержку государства, может снизить свои расходы, может расширить круг своих клиентов. Это я все прекрасно понимаю. Вы можете это сказать, чтобы вы это человек, который отвечает сейчас в Мурманской области за поддержку экспорта со стороны государства? Смотрите, я, Алексей, с вами соглашусь. Я несколько раз слышал от наших предпринимателей за период работы в поддержке экспорта о том, что вы можете оказать условно на 2 рубля поддержки, спросите потом на 200, может быть, где-то эти деньги вернуть надо. Мы какие-то показатели не выполним. На самом деле, это неоправданные риски. Возможно, они как-то исторически связаны с какими-то потугами и взаимодействием с органами власти, но на данном этапе никаких подобных моментов нет. Это все практически на безвозмездной основе оказывается. В качестве примера у нас более 12 механизмов поддержки экспорта в нашем центре. Это и бизнес-миссии за рубеж и выставки, и организация поиска партнеров за рубежом, и сопровождение экспортных контрактов, и в качестве примера это создание, модернизация сайта. И, как правило, все это на безвозмездной основе. Мы от предпринимателей требуем только желания участвовать в этих проектах. Раз. И второе – это следовать тем нормам и принципам, которые мы даем со своей стороны в качестве рекомендаций, и заключать экспортные контракты не бояться. А нам в форме отчетности достаточно только информационных писем и копий контрактов, которые подтверждают то, что экспортная деятельность развивается, и то, что сделки состоялись, и в перспективе будут. И вот на практике не было таких моментов, чтобы просили вернуть потраченные деньги. Это, еще раз говорю, возможно, от незнания до конца механизмов. Я вас уверяю, что данные случаи, они недопустимы. Я глубоко уверен, что они даже неправомощны. И, в принципе, поддержку, вернее, в данном случае спросит нас, в первую очередь, если мы где-то некачественно оказали поддержку, либо же как-то иными методами тратим деньги государству. Но я вас уверяю, что с самих предпринимателей ни в коей мере никаких репрессий, материальных претензий к ним точно не будет. Я телезрителям напомню, что в программе у нас сегодня президент торгово-промышленной палаты Мурманской области, а также он является генеральным директором Центра поддержки экспорта Плисов Сергей. Мы сейчас обсуждали вопросы поддержки предпринимателей и страхов, которые возникают у бизнесменов в том случае, если им приходится взаимодействовать с государственными органами, либо со структурами близкими к государству, в том числе и торгово-промышленной палаты, и Центр поддержки экспорта. Ну и я в дополнение к тому, что сейчас сказал Сергей, скажу свое слово. Это то, что действительно в рамках закона вся деятельность осуществляется на безвозмездной основе. Абсолютно верно. Да. Требования, которые предлагает и выставляет Центр поддержки экспорта относительно информирования о заключении контрактов, это все-таки требования, необходимые для отчетности деятельности своего самого Центра поддержки экспорта. Так, Сергей, вы сейчас рассказали уже много, какие направления, что вот, как это делать, вот как обратиться. Как это работает? Мы сейчас находимся на заключительной стадии формирования своих информационных каналов. у нас есть группы в социальных сетях, у нас в стадии завершения подготовительных работ по созданию нашего сайта. Мы активно продвигаем информацию о себе через информационные ресурсы, ресурсы портала нашего правительства, в частности, Министерства экономического развития. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, куда нас приглашают. Ну и ведем адресную работу, согласно той базе, которая у нас есть. Да, есть проблема. Многие о нас не знают и удивляются, что есть такая инфраструктура поддержки. Я надеюсь, что до конца года о нас узнает практически весь бизнес нашего региона и не только нашего региона. Потому что, еще раз повторюсь, механизмы действенные. В качестве примера мы в мае месяце ездили на выставку в Брюсселе. Я видел, что руководители Союза рыбопромышленников Севера показывали, как они выступили на этой выставке. Мы со своей стороны тоже выступали. Единым фронтом из пяти предпринимателей. Очень активно общались с потенциальными покупателями. Более того, я хочу сказать, что есть уже результаты, есть уже контракты, которые появились у мурманских рыбаков, которые участвовали в данной выставке. Поэтому отзывы можно получить и от них в том числе. Если говорить о том, куда обращаться, то ЖУРБ-6, офис 505, это здание ТВ-21, Ворникеля, Кольская горно-металлургическая компания. Мы там территориально располагаемся, и штат наш там находится. Вы также можете обратиться и в Министерство экономического развития, где дадут разъяснения по этому поводу, в Торгово-промышленную палату. Кстати, два этих субъекта, они ни коей мере не пересекаются между собой, потому что Союз Торгово-промышленной палаты является общественной, некоммерческой организацией, а Центр поддержки экспорта – это бюджетное учреждение, оно подведено на Министерство экономического развития. Но в то же время получить информацию можно везде, где мы представлены. То есть мы не стесняемся и пользуемся, и спасибо за это коллегам, из другой инфраструктуры поддержки, от нас размещать информацию и Центр поддержки предпринимательства, и, собственно, их там структуры. Поэтому за это спасибо. Ну, я думаю, что информация о нас после нашего эфира будет еще больше, да, как бы, то есть, поэтому вот это те точки входа, которые вот, которые я вижу сейчас, да. А к вам лично можно обращаться? Да, конечно, пожалуйста, и по телефону, и в WhatsApp, как бы, у меня есть все мессенджеры. Ну, скажите, вот теперь вопрос такого плана. Как вы стали руководить Центром поддержки и экспорта и Торгово-промышленный палат? Ну, я не говорю полную биографию, где родился, когда родился, но для этого же необходим какой-то опыт. То есть вы специалист в сфере экономики, я так понимаю, да? Вот о себе чуть-чуть можете рассказать? Да, конечно. Это, понимаете, одно дело юридическое лицо Центра поддержки и экспорта, это учреждение, другое дело, там, Торгово-промышленная палата, ну, в вашем очень персонале, то есть тот человек, который отвечает за функционирование на территории субъекта таких важных структур. Сейчас я это понимаю очень хорошо, что развивать экспорт необходимо, нам нужны деньги из-за рубежа. Это инвестиции, это в своем роде, это инвестиции, о чем сейчас все и говорят. Притягивайте инвестиции, получайте деньги из-за рубежа и изыскивайте любые возможности для того, чтобы симулировать развитие экономики на территории Российской Федерации, ну, и в Москве в частности. Так вот, кто у нас отвечает за экспорт все-таки? Вот кто вы? Алексей, ну, как вы отметили, по образованию я экономист, имею ученую степень, работал и в бизнесе, и занимался бизнесом в качестве предпринимателя, работал и в науке, имея опыт общественной деятельности. Как я стал президентом Торгово-промышленной палаты? На самом деле все гораздо проще. Торгово-промышленная палата – это союз, да, то есть это бизнес-объединение, которое включает себя в состав членов, да, Торгово-промышленная палата. У нас их более ста, там, я сейчас точно цифру не назову, их количество варьируется, там, от 170 и ниже, и больше, как бы, то есть, в прошлом году на внеочередном собрании Торгово-промышленной палаты подавляющим большинством наш бизнес меня избрал президентом, да, как бы, заслужив мои предложения, мою программу по развитию Торгово-промышленной палаты. Не секрет для меня, а мой предшественник порядка 27 лет, 28 даже, можно сказать, лет, руководил Торгово-промышленной палатой, Анатолий Михайлович. Ну, пришло время передать бразды правления, мы с ним и обсуждали этот вопрос, и поэтому по итогам заседания конференции Торгово-промышленной палаты я был избранным президентом и, собственно, начал деятельность на поприще общественного объединения. Значит, есть заслуги, раз выбирают, это же не просто так. Ну, это, конечно, да, судят, наверное, по поступкам, скорее всего, и видят результаты работы. То есть, я активно занимался и общественной деятельностью, наверное, как-то это повлияло на это. То, что касается Центра поддержки и экспорта, ну, не секрет, Торгово-промышленная палата исторически занималась, да, как бы, международной деятельностью, это форпост, в частности, для иностранцев это форпост, они видят вход в российский бизнес через торговые палаты, да. В некоторых странах это на уровне институтов, в виде министерств присутствует, да, в частности, в странах нашего Евразийского экономического союза, в Беларуси это в статусе министерства, в Казахстане эта структура называется Томикен, она вообще регулирует законотворческую деятельность в части бизнеса и регистрирует бизнес. Поэтому и во многих странах Торгово-промышленная палата является, скажем так, вот той альмаматор бизнеса, который, собственно, и создает, и созидает бизнес, собственно, и решает какие-то их вопросы. Вот, поэтому Торгово-промышленная палата нашего региона исторически является тем входом, выходом для внешних рынков, для нашего бизнеса на внешние рынки, ну, и не только, и межкультурного общения. И поэтому, когда встал вопрос, я так понимаю, что когда встал вопрос, кому можно предложить, наверное, вот моя кандидатура попала тот, скажем так, лист, да, где рассматривалась нашими руководителями региона, ну, и вот как-то на согласовательной основе пришли к такому мнению, что вот мне можно доверить подобного рода структуру. То есть я стоял у истоков ее создания, да, и в данный момент являюсь генеральным директором. Ну, я еще скажу телезрителям, Сергей сейчас об этом не обмывался ни словом, но он являлся участником чего? Конкурса? Лидера России, да, лауреат по Северо-Западу, да. Да, то есть вы дошли до полуфинала, и это тоже, ну, в какой-то мере могло сыграть роль в карьере вашей. Мы сейчас с вами поговорили очень интересные вопросы. Это деятельность ваша, как на посту торгово-промышленной палаты получилось поговорить, и Центр поддержки, и экспорта. Вот, что бы вы от себя хотели сказать нашим телезрителям? Дорогие друзья предприниматели, я настоятельно рекомендую вам пользоваться той инфраструктурой поддержки, которая есть в нашем регионе. Это действительно важные в наше время механизмы, да, все мы понимаем, что и ситуация на рынке, да, и волатильность, та, которая есть, она вот некую смуту в бизнес вносит. Но те механизмы, которые предлагает наше государство, они реально работают. И это показала практика, да, и моя личная работа, работа моей команды, да, и взаимодействие с бизнесом, которое мы видим, результаты этого взаимодействия. Поэтому приходите, пользуйтесь, да, да, я даже еще раз говорю, агитирую, призываю к этому, да, потому что возможно, возможно, в какой-то дальней перспективе где-то и не будет таких механизмов. Но сейчас попробовать себя в статусе экспортера, даже если ты не экспортировал ничего, ну, какие-то мысли есть, мы расскажем, покажем, у нас есть возможность консультировать по всем вопросам. Вот не зря программа носит правовой статус, и я хочу сказать, что очень много вопросов возникает в части таможенного оформления, каких-то иных споров, да, как бы, то есть у нас разные правовые плоскостя с иностранцами, да, вот здесь мы тоже готовы оказать поддержку, мы готовы нанять качественных, квалифицированных специалистов, которые по нашему поручению окажут поддержку, независимо от отраслевой привязки, независимо от форм собственности. Ну, единственное, понятно, да, у нас есть небольшие условия, связанные с тем, что экспорт должен быть не сырьевым, но, как правило, к нам сырьевики не приходят, это немного не наш уровень, это федеральный уровень, а остальных других ограничений нет, хоть вы услугами занимаетесь, да, как бы, то есть, вот пример, наш туристский рынок, вот он хорошо, активно развивается, мы хотим плотно взаимодействовать, мы действительно этого хотим, мы начали выстраивать диалог, это рынок, связанный с производством продуктов питания, мы поможем вам сертифицировать продукцию, мы сейчас работаем с нашими оленеводческими хозяйствами, да, мы вступили в диалог, ну, традиционно наша рыбопромышленность, да, как бы, то есть, на фоне того, что, может быть, кто-то скажет, что бизнес устоялся, и так все ясно, да, ну, поверьте, есть вопросы, которые приходится решать, в то же время не всегда наш бизнес готов, там, на что-то обращать внимание, мы где-то подскажем, мы где-то возьмем за руку, отвезем куда-то, да, как бы, покажем новые рынки, новые горизонты, вот, то, что касается рыбопромышленности, или не только, ну, и в целом приходите, будем общаться, очень интересная тема. Вы сказали, что готовы предоставлять, нанимать квалифицированных специалистов, это в том числе и юристов, я так понимаю? Одна из форм поддержки, которая заложена у нас нашей программой, это консультация бизнеса по проблемам, связанным с экспортом, причем здесь нет ограничений, еще раз говорю, что это может быть и таможенные сопровождения, и вопросы, связанные с оформлением контрактов, да, как бы, то есть, и иные вопросы, которые могут в правом поле возникать, вплоть до аккредитивов, какие-то еще темы возникают, да, мы готовы привлекать сторонних экспертов, да, у нас, нас не ограничивает ни закон, ни наш устав, да, как бы, то есть, и мы пользуемся тоже, да, не секрет, что у нас не семь пядей во лбу, да, как говорят люди работают, все мы специалисты, но вот узких мы готовы привлекать со стороны, да, как бы, для того, чтобы дать наиболее полную информацию нашим экспортерам. Ну, вот, уважаемые телезрители, есть организация, которая готова оказывать юридическую помощь уже в международных отношениях, ну, в частности, в вопросах, касающихся экспорта товаров. Ну, и в конце программы, вы сказали, и в середине программы уже, конечно, вы можете назвать адрес, телефон, кому обращаться за помощью, за поддержкой развития экспорта? Да, это здание Журбы-6, да, у нас там находится Кольская горно-металлургическая компания, наверное, все больше на это ориентируются, а больше всего, наверное, на ТВ-21 ориентируется, да, красивое здание. Мы располагаемся на пятом этаже, офис 505, там находятся основные сотрудники, которые, так называемый, фронт-офис, ведут первые встречи, общаются, да, как бы, с нашими потенциальными и действующими экспортерами, нашими клиентами. Я там же нахожусь, да, мы всегда там находимся с 9 до 6, поэтому телефон пока могу только мобильный сказать, потому что телефон появится стационарный у нас завтра, ну, мы молодая организация, мы еще в стадии технического дооформления. Мой мобильный телефон плюс 7 900 ровно, 939 13 13. Есть мессенджеры, можно писать, можно звонить, любую консультацию первичную дам. Если чего-то я не могу ответить сразу, естественно, я попрошу перезвонить специалистов, да, как бы, мы организуем первичную встречу и поможем практически по всем вашим вопросам, связанным с экспортом, и не только. Спасибо, Сергей. Спасибо, Алексей. Информацию подробная, интересная. Спасибо, уважаемые телезрители. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...